Добрый день, дорогие друзья! В этом выпуске, как я обещал ранее, мы рассмотрим порядка десятка велоаксессуаров, велотоваров, приобретенных мной на Алиэкспресс. Сразу скажу, что это те товары, которые стоят дорого и достаточно хорошего качества. Ничего не рекламирую, потому что хорошие вещи в рекламе не нуждаются. Это первый принцип. И второй принцип, которым я пользуюсь и вам советую, это мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Ну, кто не понял, могу объяснить. Потому что можно купить дешевую вещь, просто ее выкинуть. Лучше немного докопить, купить вещи, пользоваться ей практически долго и без проблем. Поэтому, почему я хочу снять этот ролик, потому что посмотрел несколько роликов на ютубе, которые называются 10 офигенных товаров с Алиэкспресс, 20 офигенных велотоваров с Алиэкспресс. Посмотрел и офигел. 20 товаров, их надо было назвать 20 товаров, которые покупать не стоит. Поэтому, сегодня я покажу вам те, которые покупать стоят. И начнем мы, наверное, с самого простого, с велонасосов. У меня вот тут три велонасоса. Одним я пользуюсь уже буквально, ну, наверное, года три. Велонасос фирмы ГИИ. ГИИ. Если я правильно читаю по-английски. В чем его прелесть? Для этого ролика нам понадобится рулетка в весы. Ну, в данном случае, рулетка. Смотрите. 20 сантиметров. Всего 20 сантиметров. Очень компактный. При этом, накачивает, что ни странно. Смотрите. Два цилиндра. И длина в него 45 сантиметров. Два поршня. Два цилиндра. Металл. Корпус пластиковый. Здесь металл. Качает довольно хорошо. Пользуюсь уже три года. Никаких проблем не возникало. Ничего не ремонтировал. Не менял он ни санники. Фирма ГИИ. Следующий насос. Полностью металлический. Полностью. Длина его немного больше. 28 сантиметров. 47. Фирма. Димаунт. Димаунт. Полностью металлический насос. Пользовался недолго. Но очень качественный насос. Очень хорошо качает. Есть подставочка для ног. Цена вот этого насоса на Алиэкспресс. 700 рублей. Этого 1000. Смотрится посимпатичней. Хоть сервант под стекло выставляет. И еще один насос. Который я еще не использовал. Это насос тоже фирмы ГИИ. Это насос для воздушных вилок. Электровелосипедов. Сибирь купил я для электровелосипеда. Но, естественно, любую воздушную вилку можно накачивать. Получил я его недавно. Не пользовался. Но приобрел я его по совету. Людей, которые поговорятся в теме. Людей, которые им уже пользуются. Насос полностью металлический. Имеет манометр. Все отзывы на Алиэкспресс хорошие. И я его приобрел по совету человека, который им уже пользовался. Металлический манометр. В чем его прелесть? Прелесть в том, что никакими автомобильными, электрическими, велосипедными насосами и воздушную вилку велосипеда переднюю вы не накачаете. Нужен специальный насос. Из всех насосов, которые на Алиэкспрессе я пересмотрел, вот этот самый идеальный. Во-первых, им можно не только накачать высокое давление, но и отрегулировать. Вот этой кнопочкой, нажимая на нее, она очень небольшими порциями сбрасывает давление из вилки. Еще раз повторяю, другими велонасосами накачать переднюю вилку невозможно, кроме специального насоса для воздушных веловилок. Вот этот насос достаточно качественный. Все эти насосы можно приобретать. Вот эти два мной проверены. Этот, как только ко мне придет заказанная вилочка, я проверю и поделюсь своим мнением с вами. Далее мы рассмотрим велозеркало. Точнее, это даже мото-зеркало. Приобретал я его на Легиспресс. Называлось оно зеркало для мотоцикла Honda. Но, как велозеркало, Натусер тоже неплохо себя показывает. Почему? Потому что было у меня порядка пяти разных зеркал, красивых, но бесполезных. Это помимо того, что смотрится неплохо, в него еще очень хорошо видно то, что происходит у вас за ним. В комплекте их два. Брал я их за 1700 рублей. За пару. Одно у меня у нас три велосипеда. Это я поставлю на новый велосипед. недавно приобретенный фэтбайк. Обзор я уже на него делал. Диаметр резьбы 10. На велосипеде оно смотрится вот так. следующее. Следующее. держать для телефона на руль велосипеда. Приходят у тебя коробочки. Я его еще попробую вставить. два ключа на хлебе два шестигранника. расставочки квадратный диаметр руля. называется губ плюс девять. Достаточно качественная вещь. Металлический. телефон держится крепко проверял хоть пока не катался с ним. Зачем он нужен? Я когда выезжаю куда-то более-менее далеко на велосипеде пользуюсь программой Samsung Health. там выставляю в виде тренировки велотренировка. Ставлю телефон и вижу на экране скорость километраж и много-много чего того, что мы не увидим в обычном велокомпьютере, который продается там по 700 по 1000 рублей, который работает от магнитика на колесе. Здесь довольно таки более полная и правдивая информация, потому что телефон берет информацию со спутников под GPS, записывается трек, потом вы можете посмотреть, где вы ездили по карте, сохранить этот трек, повторить поездку по этому маршруту, поэтому я при велопутешествиях, велотренировках использую телефон, а не велокомпьютер. Хотя велокомпьютер тоже есть, ну, как дополнение. Чем отличие от губ плюс шесть? Вот эта втулка алюминиевая, у такого же велодержателя, только не девятого, а шестого, втулка пластмассовая. Я надеюсь, объяснять нету смысла, что металл всегда лучше пластмассы. Не всегда, но в основном. Плюс возможность повернуть в ваш телефон скажем так, книжное и рюмонное положение. Горизонтально и вертикально. Не откручивая крепления. Покажу поближе. Покажу покатаюсь, поделюсь впечатлениями, но сразу могу сказать, что из тех велодержателей, которые можно приобрести, наиболее достойные. Так, что у нас дальше по списку? Особенного немного в этих камерах. в этих коробочках пришли, коробочки все растрепанные, но камеры резиновые. Что им будет? Это камеры для фетбайка. 26 дюймов на 4 с автомобильным ниппелем. В принципе, приобрел их, скажем так, недешево. Можно было, наверное, и в России за эту цену приобрести. 1700 за пару. Давайте взвесим. 450 грамм одна камера. Вы представляете, да? Не очень мало. Ну, видимо, резиновое. Можно найти им полегче. С одной стороны хорошо, с другой стороны там будет резиновое тоньше. Возможно, на порез, на прокол будет менее надежно. Вот две камеры 900 грамм. насколько ваш велосипед увеличится. Весим. Далее. Приобрел я еще две велопокрышки. Также на футбайк. вот так один вывес. Фирма Чао Янг. В Китае, в принципе, достаточно известная. Чао Янг Сэнд Сторм. Сэнд Сторм. Выбирал я между вот этой покрышкой и Фэт Мома. Тоже Сао Янг Фэт Мома. Уйдем в некогда другой рисунок. Мы посоветовали и взял вот эту. Вот с таким рисунком. Это шоссейная покрышка. В отличие от стоковой, которая стоит у меня на футбайке. Практически бесшумная. Так же сказать, по отзывам. Сам пока не ставил. Как поставлю. Покатаюсь. Потом уже поделюсь своим мнением. Давайте пока сейчас взвесим. Кило 330. Одна покрышка Кило 330. Покрышка Фэт Мома фирмы этой же фирмы Чао Янг весит грамм на 200 меньше. Но она и тоньше. Я думаю, что это будет более стойкая на прокол. Но накат у них одинаковый. То есть покрышка на лето на асфальт будет бесшумная и надеять на качество. Далее. Далее мы рассмотрим велосумку. фирма Кул Ченч Кул Ченч вот с этой велосумкой я откатал два года. весит она всего 100 немного. Ее объем в собранном состоянии 10 литров и 27 литров в разобранном. Смотрите. Очень мягкие стенки. Можно перевозить в фото и виде аппаратуру. Второй замочек. Видите? она уже становится выше. И самое ее преимущество в том, что дождевик в комплекте. Накрыли. Проверено. Не промокает. но самое главное вот эти боковые карманы. реально удобная вещь. Лично сам сдачу возил огурцы, помидоры, картошку. два года используем вот такой вид, как новая. Размеры 39-22 к высоту, ширина 25-26. еще раз в разумном состояние 27 литров вместимость. Сумка небольшая, в дальнее путешествие будет недостаточная объема, а на повседневку где-то в течение дня покататься просто идеальная. Дальний убираем. Место не занимает вообще. бывает двух цветов. Вот желтый приходит вот в таком тепле. это практически новая сумка, ничего не использовал. Взял на тот случай, что если буду использовать передний багажник, возможно поставлю одну назад, одну наперед, если далеко ехать. Либо поставлю на второй велосипед, чтобы не перестегивать. Крепление в нем на липучках. Вот эти две липучки крепятся к багажнику. Также две липучки с пенни. Крепятся также к багажнику. Очень хорошая сумка, рекомендую. Не дешевая. Брал ее за 3 200. Сейчас она стоит около 4 тысяч. Видимо в Китае сейчас многие заводы не работают. Немного подорожало. В среднем цена от 3 до 4 тысяч. Можно найти в России, но дешевле она не будет. Сумка удобная. Могу рекомендовать. Кармашек для бутылки. Далее. Самое интересное. Получил буквально надях это велосипедный подсидельный амортизационный швыль. Не просто амортизационный а так называемый параллелограммный. Амортизационный втулочка. Втулочка подбирается по размеру. То есть диаметр самого штыря 27,2 а втулку я доказал на 34. То есть мой подсидельный штырь родной который стоит на фэтбайке для которого я приобрел эту вещицу родной штырь на 34. То есть вот эти переходные втулки она металлическая практически на все размеры подсидельных штырей. Заказываю продавца штырь эту втулку заказывайте с точным размером поэтому померяйте какой стоит у вас. Цена 4 с копейками. 4 200 4 500 дорого не спорю но если вы хотите подсидельный штырь амортизационный чтобы вам было комфортно ездить не берите другие фирма NSX это штырь японский делается в Китае по лицензии но практически можно считать что это японский велоштырь объясню если вы возьмете обычный амортизационный штырь который у вас вверх вниз ходит на пружине то они практически не работают никого не слушайте такой у меня был на себе проверил он работает только в том случае если вы будете стоять на велосипеде точнее велосипед стоять вы сидите и будете прыгать на нем вверх вниз все во время движения те обычные штыри работать не будут почему ну знаете это математика физика смотрите если у вас ударное колесо будет снизу то вы будете прыгать а когда велосипед движется вперед и вы наезжаете на какую-то кочку то удар идет вот по такому вектору представляете удар идет вот так а ваш штырь должен прыгать так ну и чего не сработает а здесь механизм как раз который сглаживает вот эти удары яма кочка попробую показать если хватит силы боюсь что у меня стол развалится но не буду смотрите вот он идет вниз и немного назад то есть работает он вот по такой траектории давайте попробуем тупой ну естественно если я бы смог его двинуть рукой то под моим весом 75 килограмм или допустим 90 он бы болтался вот вот здесь под шестигранник регулировочная шайба тут даже написано плюс-минус выкручиваем либо закручиваем и таким образом регулируем вес на который он будет рассчитан еще раз говорю NCX у каждого штыря есть номер на таком я уже отъездил полтора года вот он стоит могу сказать что не пожалел поэтому взял второй для второго своего велосипеда пылезащитный чехол вот он одевается очень плотно качественно за два года езды никаких нареканий проблем механизм как новый все работает вы себя ощущаете практически как на двух подвесе если денег жарко ну что я могу сказать дорого да дорого ну приобретению советую купите скажете спасибо не пожалеете велосипед ваш превращается практически в двух подвес не на сто процентов но в жесткой раме есть свои премести во первых это надежно надежно и надолго а двух подвес хороший двух подвес стоит ой ой как дорого за 200 за 300 тысяч а те двух подвесы которые с Алиэкспресс велосипеды двух подвесные не советую брать даже не парьтесь все эти двух подвесы разлетаются через месяц через два а вот это уже два года хоть бы что далее не менее интересная вещь велоседло фирма Сэлли Роял фирма итальянская сделана в Китае но итальянские материалы итальянское оборудование итальянская качество сразу напугаю 4300 седло новое но почему я его советую потому что с таким седлом я тоже уже отъездил два года перепробовал я практически ну за свою карьеру наверное как велосипедиста сегодня седло были хорошие чуть похуже совсем плохие вот это самое лучшее из тех на которых я катался оно оно гелевое не жесткое не мягкое анатомическая выемка что просто для мужчин необходимо его форма его форма идеально подходит для езды на дальние расстояния помимо того что она очень удобная в меру мягкая вот здесь есть сеточка а вот здесь воздухозаборник еще раз фирма Сэнни Роял седло дорогое 4000 4200 4500 как найдете но еще раз повторю из тех седел которыми я пользовался это самое лучшее возьмете не пожалеете и последнее на сегодня но не последнее в принципе это такой велосипедный фонарь зарядка сам фонарь крепится на руль крепление по мне так но ненадежное буду ставить придется что-то колхозить свое не пожалею сам фонарь просто отличный крепление на резиночке ну что это такое а господа китайцы ну как можно было такое крепление изобрести аккумулятор сумочки здесь 6 литий-ионных аккумуляторов 18600 представляете насколько хватит заряда очень надолго кнопочка со светодиодом горит все время как только вы его включили подключили к аккумулятору нажимаете обалденно светит три режима яркий потусклее и мигание обалденная вещь крепление никакое если хотите приобрести такой тяжеленький достаточно увесистый 7 светодиодов Т6 но сразу говорю думайте как вы будете крепить можно конечно оставить и так но боюсь что его можно будет потерять либо самос хочет либо оставить велосипед у вас за 2 секунды с ним ну вот из всего представленного вот это вот мне больше всего нравится потому как моя пятая точка его уже испытала и сказала спасибо и ваша будет довольна на сегодня все ближайшее время надеюсь получить еще несколько велотоваров я уже заказал они пока в дороге велотовары на вот этот мой фэтбайк как только я их получу все установлю сделаю апгрейд данного фэтбайка порядка наверное 10 штук аксессуаров мне надо будет с ним заменить так сказать апгрейдить потом я вам подробно уже расскажу что почем и стоит ли их покупать вкратце это также велосумка велопедали передняя воздушная вилка крылья задний фонарь ну там посмотрим еще что поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки ждите следующего выпуска с вами был я Александр Гузоверов всем пока спасибо на скорой встречи спасибо